А вот когда ты собираешься поехать куда-нибудь на курорт, например, в какой-нибудь из уголков Крымского полуострова, на чем ты едешь? На автобусе, на маршрутке, на собственном автомобиле? Давай, признавайся. Ну, в такие поездки чаще всего я, наверное, езжу со своими родственниками на личном транспорте. Но не я, я не за рулем, сразу признаюсь, даже велосипед водить не умею. Вот ты знаешь, у меня нет личного транспорта, я обычно либо на маршрутке, либо на автобусе. Но вот существует такая услуга, как прокат автомобиля. Вот если бы у меня были права, наверное, была бы возможность, я бы использовала такую услугу. Но вот насколько это вообще уместно и насколько это безопасно, так думаешь, да, вот чужой автомобиль возьмешь в аренду, ударишь, а что потом делать? Я тебе скажу, что это и удобно, и безопасно. Ну, конечно, надо ко всему с головой подходить, надо уметь водить, надо понимать, что ты делаешь. Потому что статистика, а я сегодня, как вы, наверное, уже заметили, люблю к ней обращаться, говорит, что в Крыму все большим спросом такие услуги пользуются. А вот конкретнее об этом знает наш корреспондент Ольга Литвиненко. Бархатный сезон в самом разгаре. Побывать во всех уголках Крыма, объехать все города, увидеть достопримечательности, план-минимум каждого уважающего себя туриста. Чтобы успеть реализовать все задуманное, гости берут все чаще аренду в автомобиле для поездок на дальние расстояния и по городу. Ежедневно услугами проката авто пользуются тысячи отдыхающих и находят эту услугу весьма удобной. Григорий уже три года занимается бизнесом в сфере проката автомобилей. Первую машину купил вместо нового телефона. Сегодня в его автопарке более 20 единиц, а начиналось все с одной. Причем взятой в кредит иномарки. Это было лето, это был сезон, и мы увидели, что на этом можно зарабатывать деньги. И благодаря этой покупке у нас появилась эта услуга. Первое, что интересует туристов, это цена. Чаще всего оформляют прокат на срок от трех до семи дней. Также хорошим способом пользуется посуточная аренда. Машины бронировать нужно заранее, иначе желаемого авто может не оказаться в наличии. В автопарке компании можно найти модели различных классов. Например, как эконом, так и премиум автомобили. Внедорожники, кабриолеты, автомобили бизнес-класса. Автопарк готов предложить машину любого типа. Все зависит от цели, которые преследуют туристы. Конечно, есть люди, которые приезжают в Крым на короткий срок, и они хотят взять машину-кабриолет, сделать красивые фоточки, себе напомнить, выложить все это в соцсети. Большим спросом прокат пользуется не только у тех, кто приехал отдохнуть. Аренда авто приходит на помощь в самых разных жизненных ситуациях. Ведь такая услуга стоит гораздо дешевле, чем такси. Да, конечно, беру в двух случаях, когда ремонтирую свой автомобиль. И еще, когда еду в Краснодар или в Ростов, люблю на футбол кататься. На сегодняшний день мы пользуемся этой услугой, когда необходимо путешествовать, когда мы выезжаем в другие города. Конечно, эта услуга нам удобна, и мы берем прокат автомобиля. У меня, к сожалению, пока своего автомобиля нет. Но иногда с девушкой можно арендовать машину, поехать на море, покататься по городу просто. Перед тем, как взять авто в прокат, необходимо внимательно ознакомиться со всеми условиями договора. Нужно обязательно сделать осмотр машины, убедиться, что все дефекты, мелкие царапины, вмятины, облетевшая краска зафиксированы ранее. Есть компании, которые зарабатывают, помимо того, что на аренде, прокате авто, они еще и зарабатывают на царапинах, на придирках таких. Цена на прокат колеблется от 1000 до 10 тысяч рублей в сутки и выше. Зависит от класса автомобиля, пробега, вида коробки передач и, конечно, времени аренды. Чем дольше срок, тем меньше вы заплатите. При необходимости можно заказать дополнительное оборудование. Например, навигатор, детское кресло, багажник на крышу. Для того, чтобы взять автомобиль в прокат, необходимо иметь водительское удостоверение. У каждой компании свои критерии по стажу вождения. У нас это три года. Также необходимо иметь при себе паспорт. Ну и, собственно говоря, оплачивается залоговая стоимость автомобиля. Клиент получает машину чистую и с полным баком. Соответственно, вернуть ее нужно в таком же состоянии. Ольга Литвиненко, Владислав Кравцов. Утро нового дня.